Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера помпанул, дошел до отметки 68 тысяч. Огромное V-образное восстановление на биткоине и похоже на перевернутую голову и плечи. Зашли массивные торговые объемы во время биткоин конференции. Это мой телеграм-чат, здесь пока ничего интересного. Индекс страха и жадности 68, ставка финансирования и цена. И на 15 минутке вы видите, какой рост на битке. От 64 тысячи вчера до 67 сегодня. Прекрасно, поздравляю всех. Мы отлично поймали самое дно. Вы помните, у меня позиция уходила в минус на 24 тысячи. Сейчас посмотрим, какой там плюс. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. В этом видео проведем теханализ биткоина. И я также покажу свой торговый аккаунт, сделку по биткоину и свой торговый баланс больше, чем полмиллиона долларов. Ну а теперь давайте перейдем на графики по биткоин. Открываем рынки. WorldCoin плюс 11%. Uniswap плюс 5%. Solana Pocket Ethereum. Теперь биткоин. 67 тысяч 800 долларов. Давайте, как всегда, с недельки начнем. Неделя заканчивается через два дня. И сейчас мы видим на графике большую свечу молот. Свеча молот, что это? Когда цена идет вниз, потом вверх и закрывается там вверху. Это свеча молот. Stochastic направлен вверх. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот держит сигнал на покупку. Теперь смотрим на дневной. Stochastic снова идет вверх. Хорошие заходят торговые объемы на покупку. Отличный рост на биткоине в этом первом импульсе. И это говорит о том, что та небольшая коррекция, которую мы видели, это не вторая коррекционная волна. Перевернутая главой плеча, о которой я раньше говорил. Или даже можно сказать, вот так. Перевернутая главой плечи. Чик, чик, чиджик. И на мой взгляд, это ведет нас на отметку 80 тысяч долларов. И также на графике я вижу большой бычий флаг, который может привести биткоин на 115 тысяч долларов. Но на 80 тысяч и на 82 у биткоина сильное сопротивление. Теперь опустимся на 4 часа. Вчера я давал торговую идею. Она, может быть, активировалась. Но я так не думаю. Если вы еще не зашли в сделку на биткоине, то нужно подождать какой-то коррекции. Небольшой пока биткоин опустится на уровень поддержки. Если хотите зайти в биткоин, то я бы заходил от поддержки. Вот здесь сильная поддержка теперь. На 65 600. Стоп лосс на 64 900. И тейк профит на 91 тысячу. Риск 659 долларов. Заработать можно 25 400. Это в расчете на один биткоин без плеча. Цена входа 65 612. Прекрасно. И пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Полезные ссылочки под видео. Один – это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу. Проходите другие курсы. Все это изучайте. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. К телеграмму присоединяйтесь и торгуйте вместе с другими трейдерами. На моем торговом балансе 597 тысяч долларов. Хорошее восстановление тоже. Сделка по биткоину в плюсе на 38 300 долларов. А помните, эта сделка когда-то была в минусе на 24 тысячи. Меня там захитили. Ну а теперь посмотрите. В плюсе на 38. Размер позиции 267 тысяч долларов. На аккаунте я держу биткоин 17%, USDT 37%, MCRT 14%, DOGI 10%, UNISWAP 8%, WORLDCOIN 8%. А теперь давайте почитаем комментарии. Отличный теханализ Джеймс. Прошу тебя, сделай обзор на WORLDCOIN. Потому что я затарился на 15 штук по 3 доллара. А теперь ходит много слухов, что это будет как вторая луна. Я, честно говоря, так не думаю. Почему? Потому что основатель WORLDCOIN'а WLD это основатель OpenAI или CHAGPT. Одна из самых крупных высокотехнологичных компаний в мире. А Сэм Альтман, наверное, один из самых богатых людей в мире. Поэтому я не думаю. Один из самых важных критериев, на которые я смотрю, перед тем, как инвестировать в проект, я смотрю, чтобы основатель проекта был уже богатым и успешным. Почему? Потому что тогда не нужно скамить сообщества. Они-то уже богатые. И теперь они создают новый проект уже для мира, для других людей. Сэм Альтман, он уже основатель OpenAI. И поэтому я, честно говоря, очень сомневаюсь, что он сольет свой проект и WORLDCOIN превратится во вторую луну. Это мое мнение. Поэтому я и держу WORLDCOIN. Тем более, что сегодня он вырос на... Сколько он там вырос там? WORLDCOIN вырос на... 11%. Прекрасно. Интро нужно обязательно, потому что оно привлекает внимание новых подписчиков. Спасибо, Араш. И спасибо всем за комментарии. Я из Британии торгую акциями на ETHORO. Что ты думаешь об этой платформе? О, отличный вопрос. Основатель ETHORO вообще мой дружбан. Я его хорошо знаю. Ионя, отличный парень. Да. В общем, хороший парень этот основатель ETHORO. И сама платформа эта тоже хорошая, в общем-то. Надежная. Давно уже работает. Я не знаю, может быть, уже больше 20 лет. Очень безопасная. Одна из самых крупных. Я хочу интро. Я под него танцую. Не надо интро. Ты лучший трейдер. Спасибо. Спасибо, спасибо, ты красава. Пожалуйста, проверь линк. Привет, Джеймс. Что можешь сказать по Покету? Позже посмотрю. Я вообще откупаю Покет, когда он падает. Для меня это инвестиция в долгосрок. Оставляй интро. Не надо интро. Спасибо, Джеймс. У тебя отличные видосы. Спасибо за все, что ты делаешь для нас, для начинающих инвесторов. Просто один вопрос теперь. Ты говоришь, что Тесла будет стоить 578. А когда? Я думаю, что пойдем туда уже в этом году. Привет из Кашмира. Сделай анализ АРБ. Привет, Джеймс. Сделай теханализ эфира и XLM. Покет. Покет я уже сказал, я беру на долгосрок. Я все продал в марте. Или когда там это было. А теперь в Покет перезахожу. Сделай, пожалуйста, XRP. Смотрю, очень много запросов разных. Ну, хорошо. Давайте тогда XRP и... Давайте сначала эфириум, а потом уже XRP и Юни тоже спрашивали. Вчера еще. Эфириум в первом импульсе. Там первый импульс начался. Потому что предыдущие волны эллиота закончились. Волны эллиота, коррекция ABC. И теперь начинаются новые волны эллиота. Новый импульс. Если вы так и не успели пока что зайти в эфир, то подождите какой-то коррекции на каких-нибудь негативных новостях, например. Я думаю, что может быть и на выходных уже эфир опустится. Пока ETF не торгуются. Может быть попытаются атаковать эфириумы. Опустить цену. Можно попробовать взять его на уровне сильной поддержки. От этой небольшой коррекции. Взять и держать. До завершения пятой волны. Я бы заходил в эфир на отметке 2000, не знаю, где-то, где-то вот 2800. Пока закрытый ETF на выходных, может быть, будут опускать эфир. Но цель по эфиру это 5346 долларов. Насильное сопротивление будет на 4700. Также многие просили меня сделать теханализ Покета. Ну хорошо. Давайте сделаем. 4 цента уже. Объемы начинают расти. Нихера себе, смотрите. Мы покупали Покет перед Буллраном, когда он стоил 2 цента. И Покет поднимался на 50 центов. Это в марте было. И я там все закрыл. Вау, и теперь опустился снова на 4 цента. Да, я не являюсь ранним инвестором в этом проекте. Просто покупаю. А где можно было бы подобрать Покет 0.033? Я бы увеличивал свою позицию от этой отметки. Поставлю здесь уведомление. И давайте выберем еще какой-то актив из комментариев. Что проанализировать? Пожалуйста, проанализируй Пепе. Отлично, давайте Пепе. Я обычно, конечно, не делаю этих анализ мемкоинов. Но это один из самых известных. Пепе QSD Team. Торговая пара. Вау, Пепе. Хороший рост показал. Если вы покупали Пепе в 2024-м, перед этим ростом, то вы тогда заработали 1700%. Гигантский рост. Что тут? Какие паттерны? Можно провести трендовую через эти два минимума. И скользящая средняя. Трендовая совпадает с EMA. Значит, можно предположить, что опустится Пепе на трендовую. На 91.474. От этого уровня я бы попытался зайти. И еще один уровень пониже. Я бы, честно говоря, сразу на всю котлету не заходил. Я бы расставлял ордера и усреднялся. Сейчас Пепе идет вверх по этой трендовой линии. Но, может быть, опустится на нее, и там можно будет взять. Ну что ж, на этом на сегодня все. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Присоединяйтесь к моему телеграмму. 135 трейдеров онлайн. Массивный памп на биткоине. Кто-то заработал 1049% на лонге доджкоина. Отлично, поздравляю. Что тут еще? Суббота, 27 июля. Дональд Трамп будет выступать и говорить о биткоине. Скорее всего, биткоин пампанет на этом выступлении. Ну что ж, все на сегодня. Спасибо за ваши комментарии, за ваши вопросы. Продолжайте писать, комментировать, спрашивать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. В следующем видео сделаем теханализ биткоина и тоже выберем что-то из комментариев. Поздравляю с ростом биткоина. Поднялся на... А, не, это BNB. BNB тоже поднялся. Был на 440, а уже 580. Хай был 725. Опустился. В-образное восстановление. Я держу свою позицию BNB до тех пор, пока Binance не выйдет на IPO. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.